Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями. Это дополнительная помощь вам в принятии торговых решений. Ну что, сегодня заседание Европейского Центрального Банка. Напомню, что на повестке экономического календаря значатся два события. Это, собственно, сами ставки в 14.45 по московскому времени. И спустя 45 минут после этого пройдет пресс-конференция Кристины Лагард, главы Европейского Центрального Банка. Пресс-конференция это, конечно же, главный инфоповод дня, потому что от основных процентных ставок мы никаких изменений не ждем. Мы понимаем, что в текущих реалиях ставки будут корректироваться в самую последнюю очередь. Однако, прежде чем создать условия для изменения ставок, необходимо, ну, возьмем в кавычки слово «избавиться», но оно уместно от программы количественного смягчения. В разных странах они по-разному называются. Для еврозоны это программа экстренного выкупа облигаций, объемы которой составляют почти 2 триллиона долларов. Это в пересчете, опять же, на месячные показатели на полноценный календарный месячный период около 70 миллиардов евро. То есть солидные объемы и очень много сейчас разговоров относительно того, не вредит ли это экономике в целом, которая привыкает к такой щедрой ликвидности. И в конечном счете это может выступить благосточным якорем для экономического восстановления. Поэтому вопрос со стороны инвесторов, трейдеров, аналитиков и тех, кто следит за перспективами евро, это когда будут корректировать эту самую программу. Как только это произойдет, будет сделан шаг в сторону ужесточения монетарной политики, и это уже воспринимается в качестве позитивного фактора для евро. Поэтому европейскую валюту мы стали покупать еще более недели назад в расчете на то, что евро доберется до планки 1.1950 и выше. То есть раньше нам благоволили и ожидание того, что европейский центральный банк сейчас действительно может, по крайней мере, анонсировать определенные изменения в курсе в последующих периодах, например, в четвертом квартале этого года. И все равно даже анонс таких корректив будет восприниматься как очень хорошая база для того, чтобы заранее подготовиться к этому решению и заранее купить европейскую валюту, потому что на ужесточение политики, разумеется, курс национальной валюты будет только расти. Я также разделяю точку зрения тех, кто считает, что к вопросу сокращения программы количественного смягчения, даже если не будут конкретных комментариев по этой программе, можно будет зайти с другой стороны, со стороны инфляционных рисков. Об этом я уже говорил. Инфляция в еврозоне зашкаливает, в прямом смысле уже существенно выше целевого значения. И с учетом тех экономических условий, которые сейчас есть в рамках валютного блока, я могу предположить, и, скорее всего, так и будет, до конца года инфляция продолжит расти. Поэтому Европейский Центральный Банк, когда сегодня будет пересматривать прогнозы и по экономическому росту, и по инфляции, анонсирует ожидание дальнейшего восстановления, восстановления, рост индекса потребительских цен и восстановления экономики. И для того, чтобы, с одной стороны, любой комментарий от регулятора о росте инфляции воспринимается как негативный фактор, но ЕЦБ попробует подсластить пилюлю в прямом смысле и сообщит о том, что у него есть инструменты, которые при необходимости могут быть задействованы для того, чтобы снизить все темпы роста инфляционного давления. И этим инструментом как раз являются манипуляции с процентными ставками, хотя бы вербальные, и, конечно же, сокращение программы количественного смягчения. Вот хотя бы через плоскость таких рассуждений я надеюсь, что сегодня мы получим все-таки возможность с вами увидеть более дорогую европейскую валюту. Поэтому мой основной сценарий до конца и текущей торговой сессии, и до конца недели это все-таки ожидать восстановления пары евро-доллар в район отметки к уровню 1.19. Так, а по остальным активам все пока что без изменений в плане новостей. Индекс доллара 92.73. Локально мы видим то, что покупатели возвращаются в этот актив, и мы уже отбились от поддержки 92 пункта. Я не ожидал, что настолько быстро снова начнут покупать доллар, причем фундаментальный фон, он фактически безновостной, скажем так. Если раньше, два дня назад, мы пытались допустить, что правы тех, кто полагал, что Росдоллар основан на восстановлении доходности тренажерис, то сегодня десятилетки снижаются по доходности, и показатели уже на уровне 1.33 процента. Однако доллар растет. Есть и другая точка зрения, что доллар отреагировал ростом, потому что инвесторы стали активно скупать американскую валюту на фоне комментариев исполнительного директора Всемирной организации здравоохранения Майкла Райна о том, что ковид это тема надолго, и ковид продолжит омрачать перспективы мировой экономики, и даже кампании по вакцинации во многих регионах, к сожалению, не будут эффективны. А если еще и появятся новые штаммы, то мы будем вновь и вновь возвращаться со всеми рисками к этому вопросу. И тут же возник спрос на защиту. Я скептически настроен к такой точке зрения, что доллар вырос на этом. Нет, мне кажется, сейчас мы работаем с некоторым подобием технической коррекции, но не сломом того локального тренда, который сформировался после Мяка и Торики Паула и провального релиза по Non-Farm Perils. Нужен дополнительный индикатор, который снова сомневающимся разжует, что ФРС далек от решения, которое предполагает ужесточение монетарной политики. Поэтому по доллару я по-прежнему смотрю вниз. Так же, как и по золоту, ожидаю восстановление снова выше 1800 долларов за тройскую унцию. Американский фондовый рынок в районе 4-500 топчемся. Думаю, что рост это разговор уже ближайших торговых сессий, потому что мы видели уже периодически локальную коррекцию, которая случалась. Она не была больше 3-4 торговых сессий. Фондовый рынок быстро выкупали, и сейчас для этого есть все основания. Кстати говоря, упустил один момент. Один из самых влиятельных членов, голосующих членов РС, вчера Вильямс прокомментировал свои ожидания по тому, как будет корректироваться монетарная политика, и отметил, что он лично готов проголосовать за сокращение программы количественного смягчения, но только после того, как увидит тенденцию из двух-трех сильных отчетов по Non-Farm Perils. То есть в сухом остатке понимаем, что на это понадобится еще как минимум 3-4 месяца, и с его точки зрения, и с его слов, его голос за сокращение программы количественного смягчения может быть отдан только лишь в первом квартале 2022 года. Рынок нефти здесь растем, друзья, и хорошо, цель 75 остается актуальной. Сегодня в 18.00 по московскому времени официальные данные по запасам. Это статистика, которая будет уже опираться на последствия урагана Ида. Ждем резкого снижения запасов и нефти, и дистиллятов, и бензина, в общем, всех нефтепродуктов, и соответствующей поддержки для котировок бренда и WTI. Я думаю, что до конца текущей торговой сессии мы точно можем претеновать на закрепление бренда выше 74 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Ждем ЕЦБ. Всем пока!